Друзья, я тут подсела на короткометражные фильмы и сделала для себя открытие. Оказывается, что за несколько минут можно получить максимальное удовольствие от этого жанра. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Маленькие киношедевры» и с вами я, ваша ведущая, Анна. Это название подкаста я выбрала не случайно, и сейчас вы поймёте почему. Сегодня мы поговорим о невероятно атмосферных и глубоких короткометражных фильмах, которые затрагивают разные аспекты человеческой жизни и фантазии. Эти фильмы – настоящие маленькие шедевры, которые за короткое время умудряются сказать больше, чем многие полнометражные фильмы. Ну что, поехали! Первый фильм, о котором мы поговорим с вами, называется «Трудно быть Богом». Этот фильм вышел в 2005 году, и хотя этому фильму уже много лет, он до сих пор остаётся актуальным. Это рассказ о судьбе, предрешённости и одновременно о непредсказуемости жизни. Короткометражка повествует нам о скретче, который то ли ангел, то ли бог. В общем, он послан на землю, чтобы предотвращать трагедии. Он может управлять временем с помощью диджейского пульта. Дело-то, в общем, простое – помешать машине сбить велосипедиста. Но в процессе изменений оказывается, что изменение траектории мяча приводит к ещё большим последствиям. Происходящее на экране напоминает нам эффект бабочки. То есть изменения в лучшую сторону приводят к ещё большим изменениям в худшую. Кстати, актёр, исполняющий главную роль, этот Джонни Хейс, играющий с кретча, сразу вызывает симпатию. И хочется, чтобы у него получилось всё исправить. Но также, понимаешь, и его желание в конце свалить побыстрее. Почему? Это вы узнаете, досмотрев этот фильм до конца. И заметьте, этот фильм без единого слова. Ритм? Музыка? Сколько раз я пересматривала его, и каждый раз с огромным интересом. Он заставляет задуматься о том, что Богом может быть каждый из нас. Он внутри нас. И если каждый человек будет делать добрые дела, результат превзойдёт все ожидания. А для людей важны любовь и доброта. И, как говорил наш Александр Сергеевич Пушкин, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, и случай, Бог изобретатель. Далее давайте поговорим о яркой и запоминающейся чёрной комедии с таким интересным названием «Твою мать, Иннокентий». Этот фильм буквально взорвал моё воображение. Режиссура, великолепные диалоги, интересный сюжет – всё на высшем уровне. В главных ролях – блистательный Аглая Тарасова и Александр Гудков. Сценарий был написан талантливым писателем Александром Цыпкиным, который вновь доказал, что умеет сочетать искромётный юмор с глубоким смыслом. Фильм повествует о том, как два героя – парень и девушка, решившие свести счёты с жизнью, оказываются в неожиданной ситуации, которая меняет их планы. Несмотря на мрачные обстоятельства, фильм оказывается жизнеутверждающим и оптимистичным. Он напоминает нам, что даже в самых тяжёлых ситуациях не стоит отпускать рук. Проблемы, которые кажутся непреодолимыми, часто оказываются лишь временными трудностями. Александр Гудков, как всегда, блестает. Он не просто актёр. Он излучает счастье, радость и добро, а его персонаж наполняет экран позитивной энергией, делает даже трагические моменты в фильме немного легче. Аглая Тарасова также великолепна. Её героиня Алиса приносит в истории свои внутренние переживания, и несмотря на сдержанность в эмоциях, мы чувствуем всю глубину её боли и сомнений. В финале фильма особенно ярко ощущается её внутренний конфликт. И мне показалось, что вот-вот она расплачется. И очень хотелось крикнуть «Твою мать, Иннокентий, обрати внимание на девушку». В общем, эта короткометражка – не просто комедия, этот фильм – она с вами. Мы живём, порой забывая, что выход из трудной ситуации может быть ближе, чем кажется. И он скрывает проблему слепоты к тому, что происходит вокруг, и напоминает, что важно не только концентрироваться на своих трудностях, но и замечать людей рядом. В общем, это визуальное чудо, которое стоит посмотреть. Это ведь кладет цитат остроумного юмора и глубоких мыслей. И этот фильм учит не падать духом и искать смысл даже в самых трудных жизненных обстоятельствах. Друзья, обязательно посмотрите этот фильм «Твою мать, Иннокентий», и я уверена, вы не пожалеете. Следующий фильм – «Каждый 88-й». Это короткометражный фильм, который заставляет задуматься о смысле жизни и смерти и переносит нас в иной мир, где молодому советскому солдату приходится столкнуться с новой реальностью после гибели на поле боя. Фильм погружает зрителя в атмосферу тревоги и неопределенности, вызывая глубокие эмоциональные переживания. Сюжет фильма начинается с трагедии. Молодой советский солдат погибает на поле боя. Он хотел жить, но попал в другу мира, о котором не писали ни в одной книге. Все, чем он жил, все его ценности и воспоминания в прошлом. И ему остается только ждать билет в новую жизнь и надеется на то, что он будет счастливым. Фильм затрагивает тему посмертного существования, но делает это не через религиозные или мистические образы, а через простую, но мощную метафору зала ожидания. Здесь люди, чьи жизни оборвались, терпеливо ждут своего билета в новое воплощение. Звуковое сопровождение в фильме минимально, что подчеркивает атмосферу тишины и пустоты. Редкие звуки, такие как шорохи или приглушенные голоса, создают ощущение и реальности происходящего, усиливая эффект потустороннего мира. Фильм «Каждый 88-й» поднимает такие важные вечные темы, как хрупкость человеческой жизни и страх перед неизвестностью. А основное послание фильма – это призыв к осмыслению ценностей жизни. «Каждый 88-й» – это глубокая эмоциональная короткометражка, которая трогает до глубины души. Режиссер Дарья Лебедева сумела передать сложные чувства и идеи с помощью простых, но выразительных средств. Фильм вызывает у зрителя сильные эмоции и заставляет задуматься о том, что действительно важно в жизни. И какая бы судьба вам не была уготовлена, вы должны достойно пройти свой жизненный путь. Следующий наш обзор посвящен романтической короткометражке «Не мой» режиссера Владимира Подгорецкого. Он же сценарист, он же композитор, он же певец и, как говорится на гитаре, игрец. А главные роли в фильме исполнили Агния Кузнецова и Иван Добронравов. Хочется также отметить чудесную работу оператора. Знакомство в интернете нечасто приводит к продолжительным отношениям, но бывает и так, что одной только встречи достаточно, чтобы обрести родного человека на всю жизнь. Однако в ситуации Вадима и Оли есть одна необычная деталь. И одна ли? Это очень интересный короткометражный фильм со смыслом. Разлучили родители детей в детстве, но судьба помогла им встретиться. Ничего лишнего. Пошлости, матов. Ну, просто могла уйти девушка, узнав, что парень не мой. Но, видно, поговорить хотела, чтобы ее выслушали. Но как же можно было не узнать парня? Мы взрослеем, но глаза, улыбка, мимика остаются. Он ее запомнил, ведь она была его первая любовь. И она его помнила, но, можно сказать, почти. Конечно, это отличная, трогательная, нежная и добрая короткометражка. Всего 15 минут, а сколько смысла, тепла и доброты. В нашей жизни как раз этого и не хватает. Ну, чудо, не фильм. Вы знаете, просто какое-то невероятно приятное послевкусие после просмотра этого фильма. Все мы встречаемся в этом мире не случайно. И главное, не прозевать момент и не пройти мимо нужного человека, чтобы потом всю жизнь не размениваться по мелочам. Вот же действительно, как много тех, с кем можно лечь в постель, как мало тех, с кем хочется проснуться. Создателям картины удалось создать ту необыкновенную атмосферу первой любви, беззаботного детства и сильного чувства, которое росло вместе с людьми. И очень правильно и трогательно я считаю, что в конце они не целуются, а просто обнялись, как бы сохранили волшебство момента. Я с удовольствием рекомендую потратить вам 15 минут своего времени и посмотреть этот замечательный и добрый фильм. И напоследок, друзья, я хочу рассказать вам о короткометражной комедии под названием «Холодец». Этот фильм снят в 2020 году режиссёром Алексеем Марусовым и представляет собой оригинальную авторскую работу, которая погружает нас в атмосферу советской деревни. Здесь в течение одного дня разворачиваются события, затрагивающие судьбу двух, мягко говоря, неудачливых персонажей. Действия происходят в сельской глубинке, среди простых людей и таких же простых, но глубоких отношений. Ощущается советская эпоха. В кадре деревенская жизнь, бытовые сцены, которые переданы с невероятной достоверностью. Это не просто комедия, а скорее драма, напоминающая реквием по непрекаянной советской интеллигенции. А атмосфера этого фильма – это смесь иронии, ностальгии и философии. Особенностью «Холодца» являются диалоги героев. Они наполнены своеобразным аристократическим сленгом, который не сразу воспринимается зрителям. Однако стоит немного вслушаться, и перед вами откроется настоящий лингвистический шедевр. Каждое слово, интонация, мимика – все отточено до мелочей. Сценарий насыщен жизненной философией, которая подается легко и с юмором. Здесь нет ничего лишнего. Реплики лаконичны, но при этом наполнены глубоким смыслом. Например, фраза. «Ваген, если ты умрешь, знай, мне будет скучно без тебя на этом свете». Это такое тонкое признание в любви и уважении, скрытое за юмористической маской. А вот другая фраза. Примитивизм приготовления макарон заставляет топтаться на месте. А я за развитие. Эта фраза передает стремление к чему-то большему, чем просто повседневность. Фильм буквально пронизан сарказмом и уникальным юмором. Это не просто шутки ради смеха, а умные, ироничные реплики, заставляющие задуматься. Некоторые моменты откровенно гениальны, например, наблюдение. Чем меньше становится зубов, тем больше времени на анализ речи. Но это не только смешно, но и философски глубоко. Очень талантливо показана тема настоящей дружбы, скрашенной традиционными возлияниями и мощью русского языка. Фильм приносит чистое, незамутненное эстетическое удовольствие. В общем, это такой редчайший случай, когда с первого просмотра фильм цепляет на каждой секунде, со второго поражает до глубины души, а с третьего заставляет смаковать каждую сцену, заставляя вас отправлять друзьям ссылки с настоятельной рекомендацией посмотреть этот фильм, потому что он – это живительная влага в пустыне пошлости и серой бескусицы. Глубокий, остроумный, пронизанный ирония взгляд на жизнь под особым углом, подкрепленный великолепной актерской игрой, делает этот фильм настоящим шедевром короткометражного кино. Браво всей команде за создание такого маленького чуда, которое заставляет смеяться, задумываться и ценить настоящую дружбу. Ну что ж, друзья, я желаю вам приятного просмотра и незабываемых впечатлений. Спасибо, что вы были со мной на этом первом выпуске моего подкаста. Не забывайте наслаждаться кино, которое делает нашу жизнь ярче. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин